Приветствую всех любителей рыбной ловли, с вами компания Волжанка. И сегодня мы поговорим с вами о катушках. Изначально мы планировали сделать один такой более-менее коротенький ролик о выборе катушки, но он получился очень длинный и мы решили разбить его на несколько частей. И сегодня, ну, наверное, самая интересная тема, это как устроена катушка. Мы даже, возможно, что-то сломаем сегодня. Поговорим о том, какие бывают катушки, инерционные, безинерционные. Поговорим о материале, из которого сделаны определенные узлы и агрегаты катушки. Разберем, разберемся, как все это дело работает. Ну и все-таки, наверное, что-нибудь сломаем. Поехали! Итак, какие же бывают катушки? Ну, их существует нереальное количество, они там большие, маленькие, но все эти катушки делятся на два класса. Инерционные катушки и безинерционные. Инерционная катушка подразумевает под собой, что при забросе шпулька будет вращаться, то есть иметь инерцию. Ну, к этому относятся мультипликаторные катушки, к этому относятся. Обычные круглые, там, проводочные катушки, там, всем известная нефтская катушка и прочие такие штуки. Их мы касаться вообще не будем. Мы сегодня поговорим о безинерционных катушках. Безинерционная катушка, если кто не знает, это вот такая вот штука. То есть у нас открывается душка на забросе, шпуля, с ней ничего не происходит, с нее просто слетает леска, никакой инерции у нас, собственно говоря, нет. Вот яркий представитель безинерционных катушек. Такая универсальная катушка, скажем, такого типа размера, ну, тысячи четыре, так может быть, четыре с половиной, с передним фрикционным. Ну, также эти катушки бывают, естественно, и с задним фрикционным. У меня уже здесь есть подготовленная разборная катушка вот этого корпуса катушки с задним фрикционным. Сегодня мы говорим только о таких вот безинерционных катушках. А начнем мы с самой главной детали катушки. Это, конечно же, ее корпус. Значит, корпуса бывают, ну, по виду материалов, из которых они изготовлены, они бывают двух видов. Первое, это металлический корпус. Надежный, там, вот он так вот стучит, когда по нему там стучишь, возьмем что-то потяжелее. Ну, то есть все понимают, что это металл. Металл, 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 то есть все здесь металлическое. Также ротор, он бывает металлический, причем металл обычно, ну, бывает нескольких видов. Это безумно дорогой магниевый сплав, из которого делают катушки. И более такой дешевый, это алюминиевый сплав, то есть он тоже достаточно легкий, но жесткий. И корпус из обычного, либо пластика, либо карбона, либо угленаполненного композита, там, ну, их вариантов бывает очень много, но суть одна, это, ну, по сути, такой пластик. То есть вот такая вот легкая штука. Такой вот пластиковый звук, то есть отличается, если тут металлический звук, ну, здесь, собственно говоря, все это такая вот пластиковая тема. Значит, кроме корпуса катушки, у нас еще существует ротор катушки. Выглядит вся эта штука у нас вот так вот. Эта штука, которая у нас вращается, она непосредственно, корпус у нас не вращается, а ротор у нас вращается, тем самым укладывая леску. Значит, он бывает также нескольких типов, ну, вернее, не типов, а бывает из нескольких таких вариаций, либо это металл, либо это такой вот пластик, тоже угленаполненный композит, и, то есть, ну, вот, собственно, в данном случае у нас пластик. В роторе очень немаловажную роль играет инерция ротора. То есть, чем у нас ротор больше, как, например, вот на такой вот кастрюле, тем, соответственно, у него больше инерция. Об этом мы поговорим чуть попозже. Сейчас мы поговорим еще о очень одной важной детали катушки, это, конечно, шпуля, потому что она также бывает, ну, из разных материалов. Шпули также бывают металлические в данном случае, алюминиевая, там, кованая и прочие шпули, либо обычная пластиковая шпуля, ну, таких уже, в принципе, особо ты не найдешь. Но пластиковые шпули – это очень легкие такие вещи, которые для проводочных катушек, там, катушки, которые используются на, там, балонских удочках, даже, там, на матчевых, в принципе, ну, это очень хорошо. И если даже будет использовать плетеную леску, то, собственно, с ней со шпулькой ничего не случится. Существует такой миф, что шпуля протрется, нифига подобного, все будет хорошо с ней. Вот. Так же шпули бывают малоемкие, полноемкие, среднеемкие, и все-все-все об этом мы чуть-чуть попозже. Сейчас мы начинаем с самого-самого верха. Берем катушку, вот так ее поднимаем и начинаем с самого верха. Как же все это дело здесь внутри устроено? Так, первоначально гайка фрикциона. Гайка фрикциона представляет собой, ну, там, это может быть тоже металлическая, пластиковая всякая штучка, которая у нас непосредственно нужна для того, чтобы регулировать фрикционный тормоз. Значит, в хороших катушках вот здесь стоит специальная такая защита. То есть здесь у нас стоит сейчас такая резиновый уплотнитель, который препятствует попаданию воды вовнутрь. Вот эта, как бы, штука хорошая. Ну, на самом деле, можно и без нее, но лучше, если вы там рыбачите в каких-то сложных условиях, когда там песочек, грязь, то есть вот эта штука препятствует попаданию всякой бяки у нас во фрикцион. Значит, что же у нас внутри этой гаечки? Сюда мы не полезем ее, потом, как бы, ну, не очень хорошо будет обратно собирать. Хотя, почему же не полезем? Полезем, но только в другую. Давайте все-таки уже что-нибудь разломаем. Значит, что же у нас внутри этой гайки находится? А там находится все очень просто. Вот это у нас трещоточка. Вот за счет вот этой вот штучки, сейчас мы ее разберем, вы слышите звук, когда крутите настройку фрикциона. Ну, теперь магия монтажа, чтобы долго не мучить, сейчас эта штука вся появится в разобранном виде. Оп, и все у нас разобралось. Теперь смотрим, что же это такое. Ну, вот эта вот штучка, это вообще какая-то декоративная хрень. Ее можно было, в принципе, не откручивать. Вот этот вот стакан, в котором лежит вот эта вот трещоточка, пружинка. О, китайский солидол обильно помаженный. Ну, катушка у нас китайская, какая-то с маркировкой ХЗ 10 тысяч. 10 тысяч это, скорее всего, размер чего-то. И вот такой вот гайка-болт, который у нас закручивается на шток. На штоке у нас есть ответная резьба. Все это дело крутится, 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 крутится. Все это цивильно, конечно, выглядит вот так, такая вот аккуратная гаечка. И она у нас накручивается на шток, как я уже говорил. Вот она крутится. Трещит вот эта вот самая трещоточка-скоба. И фрикцион затягивается. Затягивается, то есть гайка эта опускается ниже-ниже. И придавливает все наши фрикционные шайбы, которые мы, собственно говоря, сейчас... И она все равно крутится. Это так называемая защита от дурака. И здесь есть такая важная характеристика именно для фрикциона. Это максимальная нагрузка на фрикцион. То есть, которая там у нас определяется... Ну, примерно вот для вот этой катушки это будет килограмм 15-16. То есть, это штука, при которой максимальная нагрузка на фрикцион 16 килограмм. То есть, вот под воздействием 16 килограмм мы ее можем провернуть. Мы ее проворачиваем, и она у нас потрескивает. Полностью закинуть можно только, ну, какой-то там китайский чалпини. И, собственно, все это просто нафиг развалится. Это сделано для защиты внутреннего механизма катушки при там каких-то лютых нагрузках. То есть, если мы зацепили там какой-то пенни, пытаемся его вытащить катушкой, ну, это как бы не очень хорошо. И все равно у нас фрикционный тормоз будет это дело стравливать. И не даст нам просто развалить нафиг всю катушку. Но так делать не надо. Теперь поехали дальше. Откручиваем. И почему-то у нас начинает крутиться фрикцион. Что же за это отвечает? А за это у нас отвечают фрикционные диски. Шток у нас стоит на месте. Шток у нас не вращается. Шток вращается только на катушках с задним фрикционом. Но их мы касаться не будем. Это вообще отдельная тема. Мы, только опять повторяюсь, передней фрикционной катушке. Откручиваем, крутится. Откручиваем, крутится. Откручиваем, крутится. Оп, все-все, крутится. Теперь магия монтажа. И мы разбираем то, что здесь внутри. Итак, как у нас устроен фрикцион? Вот она сама шпуля. Кстати, внутри здесь даже есть шарикоподшипник. Вот даже два. Об этом мы чуть-чуть попозже мы вернемся к шарикоподшипнику. Шарикоподшипник. Два открытых шарикоподшипника. Даже, возможно, они нержавеющие. Но это, на самом деле, хорошая штука. То есть, это также влияет на плавность фрикциона. То есть, вот шарикоподшипник, и все дело вращается. И очень-очень хорошо. Вернем их на место. Вот. Вот они вот здесь вот живут шпули. Это, кстати, очень хорошо, что есть H2. И дальше мы поехали собирать набор фрикционных. Фрикционных дисков. Они бывают тоже нескольких видов. Есть войлочные. Фетры. Ну, фетр, войлок, в общем, валенки, как их называют. Значит, они бывают фетровые, либо бывают карбоновые. Карбоновые предусмотрены для различных морских катушек. То есть, они выдержат очень большую нагрузку. Там, когда у вас клюнул гигантский карангс и пытается убежать, там фрикцион аж дымится. И вот эти вот фетровые шайбы просто нафиг сгорят очень быстро. Там и карбон-то горит, но он, ну, как бы, более такой надежный, под очень высокими экстремальными нагрузками. Но для плавности фрикциона обязательно должны стоять фетровые шайбочки. Фетр, металл, фетр, металл, фетр, металл. Закрывающаяся крышечка. И сверху у нас такой вот замочек, который не позволяет всем это дело развалиться. И теперь как же вся эта штука работает. Вот мы берем шток. Шток у нас, конечно, не такого размера. Но возьмем тогда, давайте, вот здесь соберем без помощи катушки. Ну, а вот это такой вот подшпульный узел. Ну, мы его тоже снимем. Значит, у нас идет раз. Два. Раз. Ну, два, чтобы это все тут не развалилось. Раз. Ну, это как вот-вот было собрано. То есть, мы в эту катушку даже не лазили. И вот эта штучка, она у нас все это дело прижимает. Теперь уж что-то застряло. Короче, получается вот такой вот слоеный пирожок. Вот так. И сверху вот эта штучка закрывает, чтобы просто у нас эти все шайбы не разбежались. Теперь, когда мы тянем, поставим вот так, чтобы вам было виднее. Когда мы начинаем затягивать, будет это все вот так. Вот здесь вот у нас пружинка. Сюда входит эта штучка. Мы начинаем ее выкрутить. Вот мы крутим. Крутим, 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 крутим. И вот у нас все здесь плотнее, плотнее. И все это дело, вот оно вращается. Собственно, все это вот вращается. И как бы все хорошо. И чем мы сильнее закручиваем, тем меньше все вот это вот дело вращается. Вот здесь эти зубцы, они как раз у нас находятся в шпуле. То есть, в шпуле у нас есть обратные зубчики. И вместе с этим они все проворачиваются. То есть, вот это у нас все проворачивается, проворачивается. И, собственно, вот так у нас работает фрикцион. Чем сильнее мы это все затягиваем, тем большим усилием все это дело должно проворачиваться. Вот так вот у нас работает флекционный тормоз. Итак, что же мы видим дальше? Дальше мы видим такой подшпульный узел. Это достаточно современный подшпульный узел. То есть это вот такая штучка, которая у нас одевается на шток. Фиксируется. И здесь внутри, ну это как вот по-нормальному сделано. Там стоит несколько подшипников. И вот это все, во-первых, обеспечивает нам плавность прокручивания фрикциона. А во-вторых, еще не дает нам перекоса. То есть если вот здесь это все можно гнуть, то здесь как бы это дополнительно убирает боковые нагрузки. То есть когда у нас пуля вот в разные стороны двигается. Не будем трогать хорошую катушку. Кто-то спросит, что это за катушка. Это прототип катушки, пластиковый ротор, металлический корпус. В конце объясню, почему именно такой выбор. Итак, здесь подшпульный узел. Ну такой весьма простой. Ну как выглядит нормальный, вы уже видели. Китайский же выглядит намного проще. Какая-то непонятная шайбочка. Но это чтобы он не убежал просто. Такой вот стаканчик. Ну и собственно вот такая вот скобочка, которая у нас и отвечает за то, что когда у нас шпуля крутится, все это дело трещит. В шпуле есть ответная часть. Здесь внутри у нас вот такая вот штучка, вот через которую это все хвостик этот прыгает, язычок. И все это дело у нас трещит. Вот он так. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Ну при желании эта фигня, наверное, тоже снимается. Вот. Ну и раз мы заглянули внутрь, теперь открутим и клипсу. То есть здесь эти клипсы две, они подпружиненные. У меня, правда, это не очень видно. Сейчас я ее откручу. Во, выпал клипса. То есть крепится она вот на такую вот штучку, просто болтик со скобочкой. А сама клипса у нас выглядит вот так. Вот такая штучка, здесь у нее есть дырочка, в которой все это дело вставляется. Так, в сторону клипсы, в сторону шпули, подшпульные узлы, поехали дальше. Ну вот здесь такая вот штучка. Теперь у нас ротор. Внутри здесь такая огромная гайка, и она зафиксирована маленьким шурупчиком или винтиком, как кому больше нравится. Это у нас сделано для того, чтобы эта гайка не открутилась, и ротор у нас просто не отвалился. Но перед тем, как ее открутить, давайте снимем ручку. Ручки бывают тоже, вернее механизм установки ручки тоже бывает разным. Он бывает, как вот на этой катушке, просто вставляется. У меня уже для вас есть подготовленная такая шестереночка. Вот, просто вставляется сюда. Шестигранничек, там четырехгранничек, где по-разному. Раз, и чтобы фиксироваться, вот в этой части ручки есть ответный пазик. Все это у нас вот так вот надежно зафиксировалось. Но проблема в том, что со временем все это дело у нас. Вот такой вот у нас люфт есть, все это дело разбалтывается. И сейчас уже практически на всех катушках от этого дело ушли. Даже на дешевых китайских катушках. Это вкручивающаяся ручка. Вот у нас главная пара. Вернее, не главная пара, а ведущая шестерня. И вот она у нас накручивается, крутится, крутится. И никаких люфтов. Вот вообще, просто прям вот как надо. Вот здесь тоже какой-то китайский солидол. Кто-то улазил в эту шестеренку. Но все это очень надежно. И никаких люфтов. Это долговечно. И сейчас все к этому приходят. Берем пассатижи и отвертка. Сначала мы выкручиваем этот хитрый болт. Даже не хватает. Берем вот это. Выкручиваем. Хитрый болт. Ну, еще и особо не выкручивается. Вот что значит китайская катушка. По имени магии монтажа. Все, ротор мы сняли. Он такой очень массивный. И какой-то вообще страшный. И у него есть так называемый китайская компьютерная балансировка ротора. Сейчас я вам покажу, что это. Вот у нас болт, который крепится. Вот шайобочка, которая сверху закручивается. Значит, теперь мы переходим на крупный план. И я вам объясняю про ротор. Что это такое. Почему он должен быть сбалансированный. И... Итак, вот он первый ротор. Ну, это такой один из очень совершенных и современных роторов. То есть, он весь везде с дырочками. Он очень у нас легкий и сбалансированный. То есть, при вращении ротора, инерция этого ротора. Ну, постарались свести ее к минимуму. И... Как вы можете видеть, внутри нету ничего лишнего. Никаких деталек. Вот на это вы обратите внимание. Даже для того, чтобы еще больше поймать баланс, здесь разнесены ролик лесоукладывателя и механизм закрытия дужки. Об этом чуть-чуть попозже все это дело мы разберем. Значит, вот у нас такой современный сбалансированный ротор. Дужка ротора выполнена из алюминия. Все это сделано для баланса. То есть, это вот очень легкий, прочный, сбалансированный ротор. Вот без каких-либо разных всяких штучек-дрючек. Ну, вот такая вот штука, которая нифига не легкая. Нету там каких-то дополнительных дырочек. Вот здесь, кстати, показывает механизм закрытия дужки. Я специально здесь открутил. То есть, мы открываем дужку. Раз. Вылезает. Вот такой вот штыречек. Его очень хорошо видно. И на корпусе он у нас цепляет какую-то выемку. Вот такую. И захлопывается. То есть, мы... Он его толкает, и пружинка у нас толкает. Все это дело вверх, и все это защелкивается. Так вот, вот в этом роторе механизм закрытия дужки и ролик леса укладывает, которые тяжелые, они разнесены по разным плечам. Вот здесь же, ну, такого, собственно, нету. Но здесь, опять обратите внимание, особо ничего нигде нету. Здесь тоже будет написано, что это компьютерная балансировка и все остальное. Ну, она здесь, наверное, даже есть. То есть, это на компьютере при проектировании ротора. Это, если сместить баланс в одну из сторон, то все это дело будет с дикой инерцией, будет бить это, ну, прям будет это чувствовать, как он, когда раскручивается, будет его тянуть в какую-то одну из сторон. То есть, ну, это не сбалансировано, все это у вас потом будет громыхать и там даже трястись. Вот. Вот, чтобы этого избежать, применяется компьютерная балансировка ротора. И все это дело облегчается, и все совсем хорошо. А вот теперь китайская компьютерная компьютер-балансер написано. И что же мы видим? Как выглядит у нас компьютер-балансер? То есть, все это дело было рассчитано с каким-то косяком, и потом сюда просто прикручивать грузик. Причем он бывает разных часов, но это как бы уже таким, не помню, миллион лет. Это допотопная технология, но компьютерный баланс ротора. Не знаю, зачем это сделано, как бы написано. Понятно, что здесь ничего такого нет. Когда ротор сбалансирован, никаких дополнительных грузиков внутрь него не делают. Так, ну, про дужку лесоукладователя мы уже поговорили. Есть там всякие разные штуки, что вот она под определенным углом, там отбивает какую-то петлю. Ну, может быть, это и так, но в это мы не верим. Ролик лесоукладателя. В нем обязательно должен быть шарикоподшипник. Лучше два. Вот в хороших капюшках их стоит два. Вот здесь их тоже как раз и стоит два. Ну, ролик обычно выполнен из какого-то очень прочного материала. Бывает с желтой покраской. Ну, это есть там всякие нейтридотитаны и прочие всякие штуки. Вот, еще у них есть разные виды там роликов проточек. То есть это бывает обычная проточка, как там у знаменитых японских фирм, так и вот это под углом, чтобы не перекручивалась леска. Вот такой вот ролик лесоукладателя на двух подшипниках. Ну, это как бы весьма очень хорошо. Вот он уже, правда, здесь какой-то штуки непонятный. Ну, ничего. То есть, ну, пропилить его как бы можно, но очень-очень сложно. И прослужит он вам очень долго. Даже на всяких страшных китайских катушках все равно ролики уже достаточно крепкие. Поскольку мы затронули тему шарикоподшипников, шарикоподшипники бывают, вы сейчас удивитесь, но на дешевых китайских катушках они сделаны из ржавейки, потому что это очень дорого. То есть ржавеющие шарикоподшипники, они бывают как закрытого, так и открытого типа. И нормальные катушки, у них шарикоподшипники нержавеющие, и также они сделаны закрытые и открытые. Итак, посмотрим, что же такое у нас открытый шарикоподшипник, что такое закрытый шарикоподшипник. Итак, это у нас открытый шарикоподшипник. Это закрытый. Закрытый шарикоподшипник имеет обойму, которая защищает от попадания сюда вот всякой грязи и пыли. От больших крупных частиц все это, конечно, защитит, но один фиг, сюда попадаются микроскопические частички пыли и всего остального И при техническом обслуживании вот такой шарикоподшипник, ну его как бы сложнее помыть, чем вот этот шарикоподшипник Где просто все помыл, с маски закинул и поставил обратно, и все хорошо Вот это вот нержавеющий шарикоподшипник, который стоит нормально в человеческих катушках Вот разница обоймы и без обоймы Так, ладно, убираем все это дело в сторону Поэтому шарикоподшипники все это оставляем Убираем в сторону ручку, кстати, несколько слов о кнопе Кноп у нас бывает резиновый, металлический, ЭВЭшный, он бывает разборный и бывает неразборный Вот в данном случае стопудовая эта штука неразборная То есть, ну, здесь, если попадает грязь и чего-то, ничего с этим сделать невозможно Кноп также бывает на подшипниках, либо на втулках Втулки бывают двух видов, но показывать мы их не будем Они бывают либо металлические, либо пластиковые Пластиковые это очень фиговая штука, потому что будет протачиваться Ну, давайте, ладно, разберем это, только вот не вот эту вот штуку, а Разберем нормальную человеческую ручку Значит, магия монтажа Круто у нас на двух шарика подшипнет, это очень-очень хорошо Вот это может быть пластиковые втулками И если это будет пластиковая втулка, то, собственно, вот это начнет протираться Вот именно вот эта вот часть, вот эта вот палочка со временем начнет протираться В сети есть множество фотографий, которые подтверждают Все это дело будет протираться То есть не сама втулка, но она будет со временем немножко стачиваться Но именно вот эти вот места, где у нас есть втулка, оно будет протираться Реально пластик сожрет металл Можете мне не верить, но это так Значит, вот это все дело здесь вращается вот так Здесь стоит кноп, фиксируется он вот таким вот болтиком Ну и здесь вот есть такая вот синенькая капелька В нормальных человеческих катушках, даже в хороших катушках Вот стоит такой фиксатор резьбы И он просто не дает раскручиваться болтам в определенных узлах катушки Которые, ну, больше всего подвергнуты тому, что они могут раскрутиться И одна из этих это кноп То есть выглядит это все вот так Вот оно все, вот так вот это все будет у вас выглядеть в сборе Теперь мы понимаем, как это работает У нас там все крутится и кноп, собственно говоря, крутится Сама вот эта палочка, она не крутится, она здесь приклепана на века Так, все вот мы собрали на место, все крутится То есть у нас тут происходит вращение, все-все-все хорошо, кноп у нас в руках Так, все, не будем ломать Поехали далее Обгонная муфта, очень страшная штука, в которую лучше не лазить Какой ее принцип работы, пока мы это дело не разобрали Существует положочек Раз, отщелкиваем, представляем, что у нас здесь ротор Ну, а что, представляете, мы его сейчас соедем Что-то упало, ну и ладно Он крутится у нас во все стороны Щелк, включили обгонную муфту, крутится он у нас только в одну сторону То есть у нас щелчок Обозначается это, как правило, выносным шарикоподшипником То есть, ну, здесь бывает там 10 плюс 1, 15 плюс 1, 120 плюс 1 Плюс 1, это обычно вот эта вот обгонная муфта То есть, указывает, что она есть На дешевых катушках может быть указано просто 3 шарикоподшипника Значит, там не обгонная муфта, а какой-то другой механизм Ну, как бы сейчас все равно все переходят на обгонную муфту Хоть это, ну, весьма так, не бюджетно Как я уже говорил, лучше это дело вообще не трогать и туда не лазить Потому что там очень-очень много маленьких всяких роликов и пружинок Но мы обещали все, ничего не сломать Поэтому мы дело все и сломаем Опять магия монтажа Итак Страшная китайская обгонная муфта Вот это такая огромная штука, но обгонная муфта здесь внутри, она не такая большая Есть тут одна очень такая хитрозадая пружинка Она есть на всех катушках Она вот здесь вот стоит, она как раз и включает у нас обгонную муфту То есть, поворачиваем Вот сейчас у нас обгонная муфта включена Выключатель Раз, пружинка у нас сжалась И сломалась Нет, на самом деле все, вот раз Она у нас сжалась И все это крутится во все стороны Внутри расположено Сейчас мы это, конечно, разберем Но пока все дело не разлетелось Там стоят такие бочоночки Их много Такие цилиндрики есть там очень много по кругу И они, когда у нас включена Блокировка заднего хода Они у нас прижимаются И не дают крутиться Вот этой вот ведущей шестеренке Когда мы отключаем Включаем Пружинка у нас разжимается Они у нас разжимаются И все это дело крутится во все стороны Значит, вот сейчас у нас включено Ничего в обратную сторону не крутится Пружинка у нас разжата Сжимаем пружинку То есть у нас поворачивается механизм Эти самые разжимаются Цилиндрики И это все дело крутится вообще во все стороны Сейчас мы покажем вам эти несчастные цилиндрики Но вот эта пружинка, она есть везде И она очень любит теряться Поэтому Ее надо снимать При включенной При включенной блокировке заднего обратного хода Вот она Она тут в разном виде есть И, собственно, она очень любит сделать И убежала Теперь Самое страшное Ну, естественно, вот эта вот у нас штучка Тут есть Дрючка, которая одевается для того, чтобы Все это дело блокировать Вот здесь, видите, она у нас неровная Вот за счет этого у нас тут Все и тормозится внутри И не дает ей крутиться Значит, вот она Обгонная муфта Ну, здесь она такая здоровая обгонная муфта Вот, смотрите Мы сейчас с оператором попытаемся вам показать Как эта вся петрушка у нас устроена Включили Все это дело Крутится Отключили Все это дело у нас Крутится и все хорошо Значит, теперь вытаскиваем и смотрим Видите Вот эти вот ролики Их здесь много Раз, два, три, четыре, пять, шесть Значит, теперь смотрите на их положение Раз Они Поднялись Два Они у нас опустились в корпус Вот так работает обгонная муфта То есть она зажимает Либо разжимается и крутится во все стороны Мы можем пойти дальше И разломать это все дело Посмотрите, как внутри все это сделано Итак, вот мы разобрали сие чудо Значит, вот здесь у нас укладываются Вон они, как все любят разбегаться Короче, одну мы уже потеряли Их было шесть, стало пять Значит, вот это все здесь Вот так вот это дело лежит Внутри Ну, у нормальных катушек пружинки Здесь это просто такие вот пластиковые какие-то усики Все это дело лежит внутри Вот она, обойма И здесь видно, что она неровная То есть вот здесь есть прим, в которую прячутся все эти ролики То есть он лежит у нас вот так И когда мы поворачиваем Он у нас двигается вот сюда И вылезает Конечно Вот Вот так И вылезает из этой пластмаски То есть они все вот так вот Как бы вот И подпирают ее Потом, когда мы поворачиваем обгонку Это дело у нас опять убирается обратно И получается вот такая вот штучка То есть она опять разжимается и сжимается Разжимается и сжимается Ну, это вот весь принцип обгонок Все, вот 5 штук Ну, одна вот уже куда-то укатилась Закатилась, короче, не трогайте обгонку А, вот, 6 Даже при желании можете все будет дело собрать Так, ладно, погнали дальше Все это дело мы С обгонкой, я думаю, поняли Как это все работает Дальше, вот у нас остался Корпус катушки, и внутри Тут у нас какие-то механизмы Здесь у нас бесконечный винт Ну, поскольку вот это вот такая вот попель Это бесконечный винт Бывают два типа механизма Это планетарная передача Планетарная передача, вот если мы сейчас уберем Вот здесь вот попу Ну, и тут это все равно планетарная передача То есть у нас здесь, получается Идет ведомая Ведущая И паразитка Паразитка, то есть это вот у нас Шестеренка, которая У нас ведомая Это вот ведет ее вот эта вот большая Вот такая вот плавная Вернее большая Ведущая шестерня И шток у нас непосредственно гуляет вперед-назад Вот он раз-раз-раз Там дальше прокручивается, прокручивается и прокручивается Вперед Назад И шток у нас дрыгивается вперед-назад И, соответственно, в это время Крутится у нас вот эта вот вещь То есть она крутится Ротор крутится Леска наматывается Шток ходит вперед-назад Разница в этих двух конструкциях Бесконечный вид либо планетарка Ну, только одна Это, на самом деле, вот в таких больших катушках У которых вот шпуля Размера лонд-касс То есть огромная шпуля За счет планетарки Паразитной шестерни Не всегда удается добиться Такого длинного входа штока Поэтому используют Ну, вот бесконечный вид Ну, как бы еще Существует такая легенда Что там перекрестная намотка Что там более чем Более все надежно И все остальное Ну, есть две японские конторы Которые все знают Одну планетарку, другую бесконечную Все живут, радуются Водят рыбу И все у всех хорошо Так, погнали дальше Магия монтажа И мы залезаем внутрь Этой мега-китайской катушки Значит, главная пара Представляет собой Вот такую штуку Выполнена из желтого металла Как правило, это какая-то латунь Там, ну, бывает бронза Но это очень дорого Обычно это латунь И различные латунно-бронзовые Там, латунно-медные сплавы И вот такая вот Ну, как правило Это вот так Раз И у нас это все дело крутится Вы крутите ручку Даже где у нас здесь Вот здесь ручка Давайте вот так вот покажем Вот Вот так Вот у нас здесь вот все стоит Вот Все это дело нарезано Под углом здесь И здесь это вот Мы крутим И вот это вот у нас все здесь Собственно говоря Крутится Крутим ручку Крутится Вот эта шестеренка ведущая Вот эта вот ведомая И вот этот вот венец Он у нас крутит паразитку Что ходит вперед-назад Ротор наматывает леску Все у нас замечательно Вот это вот один принцип Также главные пары У нас бывают Из цинка алюминиевого сплава Это самые распространенные Бывают из вообще алюминия Они очень легкие Но не совсем долговечные Бывают главные пары Прям совсем долговечные Это вот такая штука Есть как сталь по бронзе Но это безумно дорого И очень гремит Все это дело прямо очень гремит То есть сталь, вы понимаете Это такой вот твердый металл Который просто будет греметь Обычно все это дело у нас происходит Цинк алюминиевый сплав Вот эти колесики Ну и некоторые там Всякие японские фирмы Они покрывают это дело Все очень-очень прочным Керамическим покрытием Которое у некоторых слезает А у кого-то не слезает Теперь механизм Кручивания ручки Вот это у нас цинк алюминиевый сплав Он сделан для того Чтобы все дело не особо гремело Ну и как обычно Это в дешевых китайских катушках Это литье В дорогих японских Это штамповка Там какая-то фрезеровка И все остальное Обычно это литье Или штамповка Штамповка это офигенно дорого Поэтому литье Но если мы сделаем И вот эту штуку Куда она вкручивается Ручка Мы ее сделаем из цинк алюминиевого сплава Достаточно мягкого То тогда это будет очень недолговечно И здесь уже У хороших катушек У них вот это дело Делается отдельно И потом оно просто запрессовывается Вот можно видеть Как это все дело запрессовано На валу из нержавейки Собственно говоря И вот эта вот паразитная штучка Она тоже сделана из нержавейки И это очень хорошо Вот к примеру Как выглядит обычная штучка То есть здесь вот смотрите Вот у нас справа запрессована Слева не запрессована Теперь поговорим О передаточном отношении Существует Как принято Тяговитые катушки С пониженной передачей То есть передача Это отношение вот этих вот зубчиков К вот этим вот зубчикам Тут получается Собственно Чем меньше вот этих зубчиков Тем получается Что это у нас Аббревиатура ПГ То есть С крутого английского Это Пауэргир Прямо ядрем потом Какая крутая передача Ну как Сравнивая с машинами Пониженная передача Есть Хайгир То есть этих у нас Зубцов больше Соответственно При одном обороте У нас ротор совершает Больше вращений И тем самым Он забирает за оборот Больше лески То есть условно говоря Метр за оборот Если у нас Передаточное отношение Примерно 6,2 к 1 То есть за один оборот ручки У нас ротор Сделает 6,2 оборота Вокруг шпули Ну соответственно Заберет он примерно метр Передатка 4,2 4,9 4,8 Там их много Это значит За один оборот У нас ротор Сделает вокруг шпули Ну 4 там С фигом оборота То есть Снизу берется Это меньше Но это будет Типа более тяговитая Более силовистая Передача Так это или не так Ну во первых Это все зависит От материала корпуса Если у вас все в металле То здесь даже С высокой передачи Все будет тянуть Прямо Мама не горюй И зависит От непосредственно Размера Самой шестеренки То есть Мы возьмем Вот эту вот катушку Вот смотрите Какая у нее шестеренка Она вот у нас Вот так вот Выглядит А теперь мы возьмем Крышечку Вот катушка И возьмем Ее шестеренку Вот как говорится Две большие Радицы То есть здесь Огромное колесо Здесь вот такое Маленькое Маленькое колесико Какая катушка Из них будет Тянуть сильнее Ну естественно Вот эта Так что вот Размеры главных Шестеренок Это тоже Очень-очень важная Такая штука Так Погнали дальше Итак Бесконечный винт Выглядит Вот так Вот страшно Вот он здесь Такой у нас Зеленый Такой в зеленке Чтобы ему не было больно Видать он ударился Сейчас мы открутим Все это на самый зад Вот так вот У нас выглядит Бесконечный болт Зелененький Такой классный Вот он с проточками То есть он у нас Как раз отвечает За ход штопа Вот смотрите Я тут кручу И штоп у нас Пополз вверх В крайней точке Щелк Он перешел У нас в другую Пазик И поехал назад То есть там Такие перекрестные Пазики Дойдем И вот он Поехал назад В нижнюю точку И опять он Поехал наверх И вот этот вот Штоп у нас Который обычно Делают его Из нержавейки То есть это Такая достаточно Мощная штука Ну правда Я не знаю Какие там у нас Нагрузки Ты скорее Вот это вот Все свернешь Нафиг Выломаешь Чем штоп Погнешь Ну иногда бывает Вот За счет чего Это происходит Приближать Здесь у нас Роль паразитки Выполняет Вот эта вот Шестереночка Которая Даже на дорогущих Катушках Она сделана Из пластика Потому что она Не несет Никакой нагрузки Ее задача Просто Передачу Вращательного Движения Вот этой вот Шестереночки На Собственно Бесконечничек Чтобы все это дело Вот она по нему Двигалась То есть смотрите Крутится 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 И крутится Вот эта шестереночка И все У нас здесь Кареточка Бегает Вот эта Кстати Штука Да Вот эта вот Называется у нас Кареточка И вот Ее бесконечный Ой Сколько Сколько Штуц Ледово Китайского Ну ладно Вот она Собственно Бегает По вот этой Вот Пазикам Которые Ну так не очень хорошо И вот она Вперед назад Бегает Крутится Все видно Вот это у нас Раз Поехало Два Поехало И вот эта Каретка У нас Вот здесь Направляющая У нее Она Одной Направляющей Упирается В корпус И дальше Закрывается И здесь Вот стоит Подшипник Ну типа Чтобы все Было Прям вообще ОК Вот она Бегает На Подшипнике Ну здесь в принципе Можно сказать Втулка Это Фитбесник То есть Вот это вот Все у нас Крутится 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 Все поехало Раз 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 Вот она Включение Выключение Обратного Как вы Как вы Собственно Можете Догадываться Вот здесь У нас Пружинка Здесь У нас Вот так Раз Тут Представьте Что здесь Пружинка То есть Пружинка Сжалась Раз Стало Меньше Пружинка Разжалась И все Это дело Так же Как и Здесь Раз Раз Вот мы Залезли Прям Ну вот Во все Места Катушек Вот прям Вообще Во все Во все Разобрали Если хотите Можем снять Шток Ну Собственно Ну вот он Шток И шток То есть Это у нас Все Прекрасно Снимается Все В китайском Солидоле Открутили Все Это дело У нас Снилось Вот он Шток Ну и Так же Он обратно Закрутился Вот Предупреждаю Уазить в катушке Очень Нехорошо Вот эту Катушку Я в принципе Сильно Собирать Не хочу Потому что Ну очень Много Всякой Ненужной Штуки Тут Собирать Обгонку Ну это Как бы Не очень Хорошо Вот Такой Вот у нас Шток И еще Немаловажная Вещь Вот здесь У нас Стоит Подшипник И У нас Еще По идее Должен Стоит Подшипник Вот Здесь Но Поскольку Это у нас Очень Китайская Катушка То есть Ну все Это держится По сути Говоря Вот на Одном Подшипнике Ну и Напоследок Подведем Итоги Конечно Чуть Попозже Сейчас Мы Поговорим О Ведомой Шестеренке Значит Ведомая Шестеренка Должна Быть Жестко Зафиксирована В корпусе Это бывает В нескольких Вариантов Либо Это бывает Как В некоторых Катушках Китайских То есть Вот представим Что у нас Вот так Просто Вот так То есть Вот эта Штучка Вот Хвостовичок Он у нас Просто Здесь Вставляется Вот В пластиковую Такую Вот Выемку И все Ну Соответственно Все это Дело Со временем Пластик Немножко Даст Плюс И все Это у нас Будет Вот так Вот прыгать То есть Один Шарик Подшипник Он так Сказать Не вывезет Чтобы Шестеренка Стояла Жестко Следующий Вариант Это Вот Как Здесь Он Фиксируется Двумя Шарик Подшипник Есть еще один вариант Это когда у нас Вот этот Шарик Подшипник Он у нас Перекочует Вот сюда То есть Шестерня Также будет Зафиксирована Жестко Двумя Вот этими Вот шарик Подшипниками Тут их должно Быть обязательно Два Тогда это все Будет жестко Надежно И все Замечательно Ну Поскольку У нас тема Шарик Подшипников Почти раскрыто Давайте Посчитаем Оптимальное Количество Шариков Подшипников Которые Должны Быть Два Шарика Подшипника Это Прям Очень Хорошо Дальше Два Шарика Подшипника Один С этой Стороны Один Соответственно С этой Стороны Даже Он Здесь Есть Поставим На место Это Собственно Чуть Не погиб От Такого Шарика Подшипника Это Собственно Так Два И два Это уже Четыре Шарика Подшипника Значит Ну Желательно Не обязательно Пять Ну Мы его Выкинем Останавливаемся Пока Опять На четырех Шариках Подшипника Дальше В кнопе Желательно Но Не обязательно Две Металлические Втулки Все Хорошо Опять У нас Остается Четыре Куда Еще Здесь Все У нас Занято Четыре Шарика Подшипника Значит Кноп Кноп Мы опять Сказали Не надо Куда Ролик Лесоукладывателя В ролик Лесоукладывателя Один Шарик Подшипника Обязательно Это уже Будет Пять Пять Шариков Подшипников В шпулю Да Для лучшего Фрикционного Хорошо Обязательно Нет Не обязательно Итого Итого У нас Получается Пять Шариков Подшипников Это Вот Такой У нас Минимальный Набор Когда У вас Все Будет Работать Хорошо И Замечательно Теперь Посчитаем Напоследок Теперь Мы Почитаем Сколько Максимально Можно Шариков Подшипников Сюда Засунуть Значит Так Два Шариков Подшипников Кноп При Такой Планетарной Штуке Сюда Можно В Паразит Засунуть Еще Один Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Шариков Подшипников Сюда Можно Засунуть Ну При Желании Вот Сюда Конечно Можно Засунуть Их На Один Больше Двенадцать То есть Здесь У нас Направляющие На Одном Шариков Подшипники Ходят Можно Сделать Более Такую Силовистую Поставить Два Двенадцать Шариков Подшипников Максимально Можно Напихать В эту Катушку Больше Уже Не знаю Что Только В коробочку Насыпать Собственно Двенадцать Ну Да Двенадцать Так И Получается Две Шпули Два Две Ролики Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Максимально Двенадцать Если Вам Пишут Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Ну Значит Ищите В коробке Итак Сегодня Мы Какие бывают Шарикоподшипники Надеюсь Вы все поняли Если Что-то Вам Непонятно Задавайте Вопросы Теперь Подводим Итоги Значит Катушки Бывают Инерционные Безинерционные Кирпуса Катушек Бывают Пластиковые Металлические Угленаполненные Композиты Подшипники Бывают Открытые Закрытые Ржавеющие Нержавеющие Механизмы Укладки Лески Бывают Бесконечный Винт Он же Бесконечный Болт Он же Червяк Либо Планетарка Планетарка Раз-раз И паразитная Шестеренка Значит Паразитная Шестеренка На Бесконечном Болте Это Может быть Из пластика Это неплохо Это нормально Как бы Ничего не случится Все будет хорошо Дальше Что же мы еще Забыли Количество Шариков Подшипников Минимальное 5 Максимальное 12 Обгонная Муфта Страшная Штука В которую Лучше не Лезть Потому что Не соберете Включается Она Сзади Ну либо Сзади Либо Под ротом Таким Переключателем Ну сейчас Уже На некоторых Современных Катушках Переключателя Нет Обратного Хода У них Собственно Говоря Нет Значит Фрикционные Диски Карбон Это надежно Для больших Нагрузок И Как бы Все замечательно Войлок Это Очень хорошо Очень тонкая Настройка Фрикцион Максимальная Нагрузка На фрикцион Это У нас Показывает Максимально Какую максимальную Нагрузку Можно дать На фрикцион Чтобы он Собственно Говоря Прокручивался То есть Ну здесь Я думаю Можно все это Затянуть в ноль И все это Дело Развалится Но Вот именно Максимальная Нагрузка На фрикцион Она Помимо того Что Регулируется Самим Механизмом Ну как бы Косвенно Примерно Показывает Сам механизм Который Внутри У вас Так И вы можете Чем больше Шайб набираете Тем Вы усиливаете Максимальную Нагрузку На фрикцион Ну это Как бы Нежелательно Делать Потому что Можно Из обычной Катушки Сделать Там Максимальная Нагрузка На фрикцион Ну буквально Там Я не знаю Килограмма Два Три Это просто Убрать Лишнее Количество Ну убрать Определенное Количество Фрикционных Шайб Ну делать Это не надо И туда Короче Лазить Не надо Механизмы Ведомые Ведущие Они бывают Из разных Металлов Самая Крутая Это Сталь По бронзе Очень сильно Громыхает Но практически Вечная Обычно Используют У нас Цинк Алюминиевые Сквалы Запрессовывают Их на валу Из нержавейки Тогда Все это дело Вкручивается Все крутится Все хорошо Все замечательно Бывает ПГ Низкая передача Которая За один оборот Ручки И ротор Проходит Меньшее количество Оборотов Бывают нормальные Это там Обычно Это 5.2 К одному И бывают Полышенные 6.2 И больше Это ХГ Хайгир Которая Там За один Оборот Ручки И 6 Там 6 с чем-то Оборотов Катушки Вот Ну и Шкули Бывают У нас Тоже Металлические Там Пластиковые Там Всякие Штампованные Кованые И все Остальное Как и Собственно Шестеренки Надеюсь Это Вам было Интересно Мы не зря Разобрали И Выкинем Эту Данную Катушку Китайских Китайской Народной Республики Под названием ХЗ 10 тысяч Увидимся В следующей Серии Мы с Вами Будем Выбирать Катушки Для Фидера Катушку Для Спиннинга Ну и Там Может И Даже Катушку Для Какой-нибудь Карп Уловли С Вами Была Компания Волжанка Пойду Отмываться Всем Счастливо До Встречи На Водоемах Редактор субтитров